доброе утро уважаемые коллеги слышно как слышно меня замечательно хорошо ну тогда начинаем как всегда по традиции в 11 часов по московскому времени мы ведем открытые прямые эфиры 15 минут с ребенком в детском саду и дома и сегодня я продолжить продолжить тему которую начала еще две недели назад это рассказывает про мари монтесори ее метод и в частности про ее пособие которые остаются издательством мозаика синтез сегодня я вам представлю наверное мой самый любимый самую любимую серию которая комплексно подходит к развитию различных психических процессов это естественно книга построена по методу монтесори которая берет что ребенок может свободно самостоятельно ее использовать но конечно если мы говорим о развивающих целях то должны конечно понимать что совместное времяпровождение совместное выполнение задание в этих книгах будут лучше усвоено ребенком и получено знание как я говорила значит вся серия построена методами монтесори это только так тот же автор киар пиротик принципы свободу выбора простота разнообразные увлекательные различные игры которые представляются в этой книге есть различные красочные наклейки которые ребенок используя его закрепляет знание и вот вот это вот задание которые разного уровня в данном в данных книгах и ребенок сам может выбирать тот или иной уровень который он готов сейчас выполнить представлен в этих пособиях и вот такие у нас яркие красочные книжки в серии в этих книжек 6 серии 6 книжек на разные темы то есть называется метод монтесори развитие через игру и в доме тело человека в саду времена года в лесу и на ферме различные задания и давайте немножечко остановимся на каждой чтобы было понятно о чем идет речь ну вот смотрите первая книжка вот такая как я говорила в доме такая книга поможет организовать у ребенка домашнее пространство соответствии с принципами монтесори и подскажет какие можно предлагать ребенку различные активности дома книга разделена на пять частей по первых в начале каждой книги представлено что ребенок может делать и какие развиваются самом месте расписано далее книжка как я сказала разделена на пять частей кухня гостиная спальня ванная и балкон и все обучающие моменты представлены в книги могут легко реализовываться в повседневной жизни ребенка каждый может то есть ребенок распознает называет предметы например кухни до первая вот у нас кухня ребенок что находится то есть ребенок те же принципы которые у монтесори знакомство узнавание и закрепление они здесь также присутствуют ребенок ознакомиться вот например с кухни то новое понятие кухни узнает узнавание ребенку предлагается через различные задания закрепить усвоение нового понятия так например узнав что кухня это место связано с приготовлением пищи ребенок вместе со взрослым сам например пробует испечь дальнейшем какие предметы до находятся почков тут идет и счет сразу же задание на разные вещи и вот например как закрепление ребенок вместе с родителям со взрослым по книжке и чего печенье по рецепту книжки и тем самым закрепляя навыки о том что на кухне мы готовим еду конце каждой серии части есть обязательно задание на которые закрепление это и есть когда ребенок может ответить на тот или иной ответ по всему материалу какой формы что находится у нас в гостиной нарисовать обведи мелкой моторики очень много заданий на мелкой моторики разукрать по цвету каждую форму своим цветом старайся не заходить за линию также задания различные где нужно вводить цифры назвать цифры все задания не прописаны так следующая книжка моя самая любимая книжка это тело человека а презентации не только вот сами пособие показывают и вот эта книжка она знакомит ребенка секретами человеческого тела с помощью которого мы взаимодействуем с окружающим миром и а соотносят например каждая часть тела с животным то вот у меня есть ушки у животного тоже девушки вот первое начинается с головы что у каждого человека есть голова но если мы вами сделаем глаза разные разного цвета волосы разной длины и борода то человек изменяется то есть с помощью различных заданий ребенок начинает понимать вот такая у нас нервная система здесь рассказано про нервную систему вот состоит наш головной мозг ну например нужно найти какой части тела не хватает внизу нарисованным из чемоданчиков вылезают руки-то ноги или же например чьи части тела от какого животного нужно по лабиринтам провести по дорожкам рассказываете например нос для чего он нужен и вот различные нас то и предлагают сделать чего состоит и лет и все это выборовой в простейшей форме что ребенок может легко познать структуру человеческого тела забыла сказать здесь фишка она с наклейками наклейки он берет и и каждое задание дополняет наклейкой дорисовывает следующая серия времена года времена года это вот символ данной книжки это дерево кроме которого постоянно меняется если меняется время года если это летом она будет пышный зеленый если это осень то разноцветный если это весна то на ней появятся цветочки если зима то белое и вот ребенок предлагается закрасить также из набора наклеить он должен будет найти дерево соответствующие во времени года и наклеить кружочек и вот так знакомясь что происходит в какое время года выполняя различные задания наклеивая штриховки обводилки математически различные задания соотнесение с форму цветом с различными природными явлениями связано с временем года узнает много о метеорологии о о выращивании растениях в книге будет предложено ребенку вырастить самому и рассказано при таком и как можно вырастить то или иное растение тоже вот кто где спит если это зима тоже в игровой форме детям представлена также в середине книги наклейки которую ребенок использует во время задания занятий следующая книжка развитие через через игру в саду здесь расписано все обитатели сада и в продукту плавает и кого мы можем на листочках встретить и кого мы можем кто плетет паутину различные задания опять математически различные задания соотнести то что то или иное животное насекомое кушает и с его пищей да вот пищевая цепочка где нужно сначала ребенок знакомиться а потом соотносит какие животные что могут есть здесь в этой книжке тоже предлагается вырастить гиацин и рассказано поэтапно можно провести эксперимент как его вырастить себя на балконе и в книжках представлено задание на на визуальное до исследования ребенка игры на внимание на развитие пространственного мышления способности находить объект в различных границах страницы книги множество заданий на мелкую моторику и зрительную моторную координацию игры в котором дети нужно найти различные формы включить цвета сопоставить предметы найти вторую половинку математические задания знакомство с тыквами ну и отработка их написание счета то есть получается это комплексно и конечно же развитие расширение словарного запаса а если еще и взрослые обсуждают полностью все что происходит вот например сейчас я вам показываю в лесу какие жители в лесу здесь здесь есть вот смотрите тень да ребенок должен найти из наклеек и приклеить того животного которого не хватает а они подписаны ребенок неосознанно отличает соотносит картинку с надписями например книжки на ферме не просто собой ее нету но вот вот наподобие также нарисованы животные которые нужно вырезать по контуру наклеить уже на другую например на альбом и название ребенок приклеивает также вырезает к тому животному то есть получается еще и навык соотнесения слова с картинкой то есть вот такое комплексное действительно развитие происходит с помощью таких замечательных пособий все данные можно приобрести в школе это интернет-магазине школе семиднов я хочу сказать радостную новость что сейчас опять вернулась скидка если вы введете промокод импаду вам будет скидка и можно заниматься по таким замечательным книжкам развивать ребенка увлекательно интересно познавательно да и вот именно что именно задание происходит в игре в игровой форме способствует действительно познавательному и интеллектуальному развитию ребенка ну на этом у меня все спасибо за внимание и до новых встреч и